Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня я расскажу вам об еще одном знаковом артефакте времен Вьетнамской войны, а именно о наручных часах для американских военнослужащих. Каждый из вас наверняка слышал и, возможно, даже приобретал какие-либо номера портворка компании Eagle Moss военные часы. По крайней мере, со мной было именно так, ведь в этой серии был номер 8, к которому прилагались часы американской пехоты в стиле 1970-х годов. И так как я интересуюсь темой, я его приобрел. В самом журнале рассказывается об американо-вьетнамском военном конфликте, а также о требованиях к американским военным часам и их характерных особенностях. Часы, которые вы сейчас увидите в кадре, были приложением к восьмому номеру журнала. Как вы понимаете, оригинальные американские военные часы, они напоминают только в общих чертах и отличаются от них по установленному механизму, по цвету и способу крепления ремешка, по диаметру циферблата, по форме заводной головки, по маркировке на оборотной стороне часов и ряду других признаков, которые известны либо супердотошным коллекционерам, либо профессиональным часовщикам. Что касается пехотных американских часов времен Вьетнамской войны, на приобретение которых можно рассчитывать при посещении Вьетнама, то тут есть два варианта. Вы можете приобрести копию или, если повезет, настоящие армейские часы. Под копией я понимаю механические часы с оранжевыми стрелками и половинчатым ремешком оливкового цвета. На циферблате подобных часов нанесена броская фирменная маркировка типа Омега или Ваширон Константин, что также дает повод усомниться в их оригинальности. На втором, более предпочтительном варианте мы остановимся подробнее. В Сайгоне за 3000 российских рублей я приобрел двое механических часов, которые сейчас вам покажу. Все вы наверняка слышали о двух спецификациях на американские военные часы. Я имею в виду MILW 46374A 1968 года. Согласно этим документам сначала для американских военных поставлялись наручные часы с пластиковым корпусом, предназначенные для использования там, где не требуется высокая степень точности измерения времени. Данные часы были одноразовыми и не предусматривали обслуживание. Позднее в армию США стали поставлять часы в корпусе из каразина стойкой стали. Однако и пластмассовая и стальная версии часов сохранили черный циферблат с возможностью исчисления времени в 24-часовом диапазоне, зеленоватые стрелки и контрастные по цвету цифровые обозначения часов и минут. У обоих представленных кадров часов на оборотной стороне имеется заводская маркировка. Например, у часов в пластиковом корпусе она выглядит следующим образом. К сожалению, возможности камеры не позволяют показать ее более четко, но здесь написано следующее. Wrist Watch General Purpose, West Clocks 75071, FSN 6645 089 72 73, DAAA 2568 C 0078, Date December 1966 66 года, Serial Number 32 236 US. Судя по внешнему виду, мои часы вполне могут быть оригинальными. Уважаемые зрители, мне очень интересно ваше мнение на этот счет. На этом я заканчиваю свое видео. Благодарю вас за просмотр всех интересующихся войной во Вьетнаме и связанных с ней артефактов, я приглашаю подписываться на мой канал на YouTube, который называется Shells Master. А пока я прощаюсь с вами, до встречи в следующих видеороликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok